здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу рассказать о своих новинках я уже наверное лет пять не выписывала новые растения поэтому мне большая радость у меня в этом году чуть больше десятка наверно новых растений что-то поменяла что-то мне презентовали в общем как-то так сложилось что обновки ко мне пришли неожиданно и так давайте разберем по порядку что у меня здесь да и видео о каждом растение о том как она развивается потому что тут есть растение вообще для меня непривычные новые которые я только буду изучать я буду снимать по ним видео и рассказывать получилось у меня не получилось какие ошибки можете вообще загублю не дай бог растения ну это будет в последующем сейчас я просто хочу рассказать о обо всех вот по порядку моих новинках итак среди моих новинок большая радость это перец перец вот этот самый острый перец горошек черный который мы с вами покупаем магазинах вот оказывается это ли она естественно в наших условиях она не зимует вот она выращивается в комнатных условиях но у меня есть возможность ее на теплый сезон вынести в сад сейчас у меня осень это вот осенью мне неожиданно прилетели на веночки поэтому очень сложно днем когда тепло я выношу на улицу а ночью нас уже до 10 до 12 падает температура поэтому холодновато тем более что ну как бы еще тут корнева не так развита я боюсь просто перелить чтобы не был ком холодный поэтому заношу все-таки в дом там гораздо у меня теплее вот а днем выношу на улицу это если температура позволяет потому что например плюс 13-14 было и холодный ветер я не выносила сегодня у нас плюс 18 облачно ветерка практически нет поэтому растения продолжают закаляться перед зимой на улице так что вот такая у меня обновочка лиана черного перца горошка тут даже вот есть второй росточек вот очень такой слабенький но был желтоватый листик а теперь я смотрю он позеленел и подает надежды вот это мне буквально не пять как есть эти растения и вот вот эти вот как то всякие они у меня уже с недельку наверное ну то есть буквально неделю назад мне начали прибывать новые растения то есть они совсем недавно у меня но пока я смотрю что очень хорошо вы тут даже намечается вот новый рост корней практически пока еще не видно он был чуть-чуть в меньшем стаканчике буквально диаметр на меньше на сантиметрике его аккуратненько перевалила вообще даже ни капельки не нарушая ком просто добавила керамзит чуть больше стаканчик и вот уже даже появился тут не знаю видно на камеру да видно на камеру вот корешочек у меня вот то есть как бы ну очень очень подает надежды далее также у меня появился кардамон это самая дорогая специя в мире не знаю какой вид кардамона потому что начала изучать этот вопрос полезла там оказывается есть два основных вида как специя которая предлагается так вот самый дорогой самый значимый самый ценный это кардамон зеленый который образовывают зеленые коробочки с семенами вот он именно больше всех ценится также есть кардамон черный говорят что он более мягче по вкусу ну не знаю что у меня посмотрим он также был в очень маленьком стаканчике буквально вот на сантиметрик стаканчик поменял к сожалению вот видео что не сняла по перевалке но там принципе ничего особенного я просто аккуратно вынула полностью ком из горшочка очень боялась его нарушить и поставила в стаканчик положила керамзит на дно и поставила стаканчик поглубже для кардамона приготовила такую очень легкую как вот для кактусов с песочком с перли там очень легкую легкую землю и очень аккуратно в край горшочка поливают потому что ну боюсь чтобы он не загнил потому что по идее у него там должен быть какой-то глубинок вот я же не раскапывала не смотрела ну вот пока он очень-очень даже хорошо себя чувствую даже по моему увеличился за эти несколько дней листик и так далее наконец-то наконец-то я приобрела себе мураю метельчатую которая дает ягодки вот она цвела видимо у хозяина и вот уже даже по моему завязались какие-то ягодки на ней вот посмотрю выздороветь не выздоровеет она все-таки еще маленькая даже не знаю стоит общипывать не общипывать вот еще эти в эти вопросы не вникала у меня много лет живет мурая голландская которая огромная растет которые формируем на штамбе она более такая огромная фан фактурная быстрорастущая вот листики практически один в один они один в один только это более маленькая да и хорошо зацветает хорошо плодоносит а моя голландская нам не еще не цвела не плодоносила и говорят что это бывает крайне редко или очень редкие у нее цветы и плодоношение очень не обильная но вот я его пока не видела но у меня просто для красоты тоже очень красивая фактурное растение кому нужно озеленить холл и я всем рекомендуют мураю голландскую а метельчатую мне попалась и хотела я ее именно с целью именно ягодок вот этих вот полезных вкусных ягодок вот она у меня будет дальше развиваться ее я не пересаживала она таки осталась пока в горшочке посмотрела тут вот только один корешочек выглядывает пока я как бы не стала ее трогать думаю что соизмерим размер с объемом горшка сейчас осень надо поаккуратнее если она конечно еще нарастить сюда корешочки я аккуратно перевалю еще там до октября на ноября но вот посмотрим сейчас начало сентября время понаблюдать за ней пока еще есть далее когда-то у меня были олеандры но потом из-за того что они очень крупные растения я их выявила хотя в принципе можно резать у меня также есть крупные растения уже к ним приспособилась ну вот как-то вот решила что уже не нужны мне олеандры а это мне вот попался черенок махрового желтого олеандра ну как тут устоять конечно же конечно же я взяла это черенок и не отказалась и вот он растет я его также перевалила в стаканчик на сантиметр по диаметру больше и чуть глубже здесь стояла дренаж там кстати в предыдущем хозяйском стаканчики было видно корешочки и вот кстати у меня они тоже уже прорываются то есть видно что корневая система развивается розеточка вполне здоровая даже тронувшиеся в рост то есть за осень еще что-то там попытается нарасти олеандры я пока также заношу в дом хотя это очень холодостойкое растение оно очень даже осенью неплохо себя чувствует закаляется потом только заношу я его в дом но это если она взрослая то огня попал черенок маленький я его только перевалила я все-таки боюсь его загнать проблема в чем проблема в том что если я допустим его полью и ночью будет плюс 10 градусов то вот в этой мокрой земле и вот это еще слабая корневая еще слабое растение может подгнить вот в чем проблема холодный корневой ком еще и мокрый вот поэтому аккуратно аккуратно поливаю чтобы не заливать видите такая земля у меня полусухая буквально в край горшочка капаю вот по мере просыхания и вот он у меня наращивает корневую вот посмотрим что как он себя будет вести также вот большая у меня радость это драконий фрукт может быть кто-то не знает но вот эти вот тропические драконий фрукты которые у нас продаются в супермаркетах которые вы возможно видели когда выезжали в отпуск там тропические страны на отдых это петахая или питая на самом деле драконий фрукт это эпифитный кактус которые выращивают промышленных масштабах садят вот такие вот малыши к столбам бетонным подвязывают их на определенную там высоту метр-метр с чем-то на стволике убирают лишние побеги оставляют побеги только на верхушке получается такая импровизированная пальмочка сформированная из этого кактуса и на вот этих вот длинных побегах уже вызревших хороших таких вот плотных уже немолодых побегах цветут цветы которые распускаются ночью и опыляются определенными насекомыми и завязываются вот эти вот крупные такие вот драконьи фрукты у нас вот в комнатной культуре как я поинтересовалась выращивается три вида желтая петахая с белой мякотью и красная петахая которая бывает с красной мякотью и белой мякотью вот они у меня как раз три вида есть я пока их посадила вот к таким толстым толстым бамбуковым палочкам привязала и вот буду формировать тоже на таком штамбике палочки здесь у меня палочках есть отверстие я потом наращу еще вам бамбуковая палочка и буду переваливать вот вместе прям с вот этой вот всей композиции так сказать буду переваливать большие горшочки и буду наращивать высоту до определенного момента и тоже сформирую вот как пальмочка мне кажется так будет удобнее так в комнатной культуре их содержать ну а на летний период теплый будет конечно это все переезжать сад поливаю очень аккуратно почва песчаная легкая с перлитом очень легкая почва корешочки он мне поступил к скомом корешочки очень маленькие поэтому я и взялась стаканчики горшочки может быть даже меньше надо было но просто не удержатся вот эти палочки вот я старым таким длинным горшочком их как бы сжала вот так вот а составила плотненько чтобы они подвесом вот этих вот бамбуковых палок не перекидывались и пока вот в зиму они у меня уйдут в таком состоянии тоже отдельно по ним будет видео отдельно я снимаю по каждому растению как развивается что я буду с ними делать вот так что вот такая у меня радость также вместе с растениями мне еще презентовали срезанный свежесрезанный череночек руэли не знаю какая что незнакомая пока еще строили там немножко почитала посмотрела информации о ней вот я ее укореняю но пока вот она стоит уже четвертый или пятый день наверное вот пока она как бы все с ней нормально и надеюсь что она у меня не загнёт не пропадет я с ней все-таки познакомлюсь почитала что это как бы нет трудное растение выращивание ну вот посмотрим подружимся ли мы с ней и останется ли она у меня в последующем жить ну и последний из моих новинок в этом году это саженцы азимины вот давно я на нее смотрю давно я как-то думаю они ну и вот решилась хотя говорят что ее нужно покупать в горшке у нее сложно приживается корневая ну вот купила все таки вот была она в лениной болтушке сейчас я ее замочила и буду высаживать в открытый грунт посмотрим что из этого получится это два разных сорта говорят что нужно пару сортов разных садить для лучшего переопыления она там всякими мушками какими-то опыляется ну в общем попробую с ней подружиться и также вместе с ней две бугенвилии ну продавец уверял что центральной части украины тут нашей средней полосе это адаптированная бугенвилия но зная что она все-таки очень теплолюбива что-то мне сомнительно что она будет зимовать тем более посмотрите она такая травянистая я все-таки решила ее посадить в горшочки повыращивать горшочках забрать на зиму потом я ее там не такие наполеоновские планы потом я ее перечеренкую и оставлю часть в горшочке а часть высажу весной в грунт это наверное будет аж на через год то есть я ее сначала выращу за год но посмотрим я надеюсь что мы с ней подружимся потому что бугенвилии у меня еще не было теоретически я про нее очень много посмотрела информации надеюсь что ничего сложного у нас с ней такого не произойдет высажу сейчас горшочки заберу на зимовку в дом затем перечеренкую только через год весной высажу корень хорошо укорененные черенки дубликаты так сказать в грунт и посмотрю что из этого получится возможно первые два года укрою если конечно она вообще проживет хоть одну зиму в открытом грунте потому что ну не хочется мне ее вот сейчас высаживать грунт что-то мне очень сомнительно что это районированная бугенвилия ну вот не слышала я чтобы у нас ее районировали хотя производителя переспросила утверждает что да 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 там у него много много сортов причем сорта он не называет как ни странно зимину знает сорта а это не называет и как бы взяла я просто по цвету взяла оранжевую и взяла синюю махровую вот кто есть кто вот они мне почему-то не подписались хотя обещали ну не знаю посмотрим пускай будет так раз уж не подписали но не подписали что ж теперь уже делать вот такие вот у меня новиночки сейчас они пойдут высаживаться по каждому отдельно будет видео ну надеюсь удачи мне им надеюсь все у нас сложится вот такое вот видео друзья решила вам снять поделиться поддержите меня порадуйтесь всего вам хорошего